Не зря говорят, что общее мнение о народе судят по одному поступку человека. Точно так же и с украинцами, которые не только сейчас просто в Ирландии, а в общем в Европе. Я думаю, что большинство из вас уже поняли, о чем сегодня будет идти речь. То, как принимает Ирландия, не принимает ни одна страна в Европе. А эта страна предоставляет бесплатное жилье, быстро оформляет все документы, платит пособия, дает возможность работать здесь и даже учиться. А что же мы даем взамен? Друзья, всем привет! Кто новенький на этом канале, здесь я рассказываю о своей жизни в Ирландии, также делюсь секретами, фишками маркетинга в Европе. Буду очень благодарна за подписку на канал и лайк под этим видео. Кто не помнит или не знает, Ирландия буквально на следующий день, 24 февраля, отменила визу для украинцев и начала их здесь принимать. То есть, как нас здесь воспринимает Ирландия? Людей, которые ищут какое-то безопасное место, у кого-то может быть разрушен дом, нет ни работы, ни денег, ничего. И, конечно же, логично, что ирландцы предлагают свою помощь и сопереживают. И когда они видят, что некоторые украинцы крутят носом, кому-то не нравилось предоставленное им бесплатное жилье, кому-то не подошел бесплатный набор еды, например, они им просто в недоумении от этого. Они просто задаются вопросом, как вы в такой момент можете еще чем-то перебирать. Я знаю, что такие случаи единичны, и их очень мало. Но когда какой-то ирландец увидит там или услышит, как вы возмущаетесь, что вам не понравилось какое-то там жилье, он подумает, что неужели все украинцы такие. Но ведь это не так. Здесь также много нормальных, адекватных людей, которые приехали за помощью, не крутят как бы носом, не перебирают ничем, хотят здесь остаться в будущем и делают для этого все возможное, работают, учатся. Кто-то просто ждет, когда наступит безопасное время, будет безопасное место, где они до этого жили, и вернутся домой. Но этот небольшой процент, о котором я до этого говорила, он портит общее мнение обо всех украинцев, которые сейчас в Европе, в Ирландии, неважно. И я считаю, что как бы с этим нужно что-то делать. Чтобы вы понимали, для примера, мне лично пишут сообщения в Инстаграм или в ТикТок такого рода. Алина, вот скажи мне, пожалуйста, какая точная дата, когда мне дадут двойную выплату перед Рождеством? И это, получается, будет единоразовая сумма 800 евро, да? Я не понимаю, как мне отвечать на такие вопросы, потому что, во-первых, я просто не знаю, откуда человек взял такую цифру. И когда так человек целенаправленно, определенно задает вопрос, сразу понятно, что его интересует больше всего в первую очередь. Не как найти работу, не как получить образование, а деньги выплаты. Также мне не один раз писали с просьбой найти кому-то здесь жилье, либо же дать контакты волонтеров. Но я не Красный Крест, и давать контакты волонтеров всем подряд я тоже не могу. Это неправильно по отношению к ним. Также я знаю, что есть такие контракты, когда вам находит кто-то дома, где прописано, что вы не имеете права делиться контактами, личными контактами этих людей. Я, как правило, всегда этим людям отвечаю одинаково. Сбрасываю им ссылку на какое-то свое видео, где есть ответы на их вопросы, и пишу, что вся информация есть в этом видео. Потому что действительно, больше, чем видео, название организаций, сайты, где они находятся, как с ними связаться, больше, чем это я вам дать в априори не могу. Но, конечно, если у кого-то возник вопрос после просмотра, кто-то не смог найти какой-то сайт, либо же электронную почту какой-то организации, я с этим помогу, но как бы не более. И знаете просто, что самое интересное? Когда я таким образом отвечаю людям, я в ответ слышу просто кучу возмущения, негатива, что как же так, ты же блогер, ты должна нам помочь. Но ведь это не так. Я такой же человек, как и вы. Веду канал, делюсь здесь и так уже бесплатно разной информацией. За год ведения канала я информационно помогла более чем 300 человек. И ключевое слово тут информационно. Хотя, если так задуматься, я даже не должна была этого делать. Достаточно того, что я уже опубликую видео, полезные, с разными ссылками, сайтами, со своим опытом. Но все равно присутствуют такие токсичные фразы, ну как же так, почему вы не можете помочь, вы же блогер. Но больше всего меня даже уже веселят люди, которые без предупреждения мне начинают звонить. Либо же в телеграм, либо видеозвонок в инстаграме. Звонить мне напрямую. Я, конечно, все понимаю, хотя нет, этого я не понимаю. Но неужели вы думаете, что я вот в тут же секунду брошу все свои дела и вам отвечу? Конечно же нет. Более того, если бы я была свободна, ничем бы не занималась, я бы все равно вам не ответила. Для меня это дико странно, вот так звонить незнакомому человеку по видеосвязи, заранее ничего не написав, ни привет, ни здравствуйте. Это я, это вне моего понимания просто. Ну и, конечно же, если я не отвечаю, я тоже получаю кучу негативных, токсичных сообщений. Но, конечно же, есть нормальные люди, которые в первую очередь здороваются, а потом уже пишут, рассказывают свою ситуацию, задают вопрос. Таким я всегда отвечаю. Поэтому мне очень интересно узнать, как бы вы поступили на моем месте, если бы вы ввели какой-то блог, и вам бы незнакомые люди просто начали звонить по видеосвязи, достучиваться до вас, чтобы вы им ответили. Еще раз повторюсь, что таких людей действительно очень мало. Но общее мнение будет складываться по поступку одного человека. Видел ирландец один раз, как кто-то из украинцев возмущается по поводу выплат жилья, неважно по поводу чего. Он сделал для себя какие-то выводы, понял, что, возможно, все украинцы такие, и пошел рассказал своим друзьям, родственникам, а те дальше по кругу. Либо же у кого-то был хороший пример пообщаться с нормальным, адекватным украинцем, и он тоже для себя сделает хорошие выводы. Поэтому давайте просто быть немножко добрее и уважительнее к людям. Благодарю вас за просмотр. Также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Жду все ваши истории, ваши мнения в комментариях. Возможности стараюсь всегда всем отвечать. До встречи в следующем видео.